За сутки в Коме плюс 249 пациентов с коронавирусом. Выздоровели меньше 159 человек. К слову, работа с COVID-19 в регионе сейчас действительно изменилась. Как пояснил РИА Новости руководитель Минздрава Борис Александров, методы борьбы, аналогичные принятым в первую волну, сложно применимы из-за необходимости сохранения экономики и работы действующих организаций. Во вторую волну упор сделан на то, чтобы создать достаточный коечный фонд, запас средств индивидуальной защиты и кадровый резерв. Сейчас у нас развернуто порядка 2500 коек, при этом около 20% остаются свободными. На фронт приняты студенты-медики. Во-первых, врачи очень устали, медсестры очень устали. Потому что вот даже сейчас наши студенты, которые вышли работать, да, им практически сразу поставили нагрузку полторы-две ставки. Без студентов тоже оказалось невозможно. Они в красную зону снова пошли работать и в поликлинике пошли работать. Сейчас госпитализируются в основном достаточно тяжелые пациенты. То есть если в апреле попадали и тяжелые, и менее тяжелые, да, то есть у нас были и нетяжелые пациенты. Да, очень многих госпитализировали. Ну, просто не понимая, что с этим правильно делать. Вот, сейчас в основном госпитализируются тяжелые пациенты. Поэтому в самих стационарах ситуация очень сложная. В связи с неблагополучной эпидемией ситуации Миноборнауки России накануне призвал все вузы перейти на онлайн-обучение, но по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора. Впрочем, к этому моменту, учитывая рекомендательный характер, решение на дистант у нас пока приняли только два института СГУ и Академия госслужбы. В качестве вероятной рассматривается смешанная форма обучения. Завтра мы расскажем, как это может выглядеть более подробно.